Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада своей презентации открыть вторую часть сессии, посвященной клиническим исследованиям. И благодарю организаторов данной сессии за предоставленную возможность. В своей презентации я буду говорить о тех основных критериях, которые использует спонсор для организации проведения клинического исследования для выбора центров под конкретное клиническое исследование. Также буду говорить о тех сложностях, которыми встречается спонсор на данном этапе. Также мне хотелось бы упомянуть основные ключевые факторы, которые важны для успешного проведения и завершения клинического исследования со стороны спонсора. Коллеги, на рынке клинических исследований существует огромное количество центров, представлено много спонсоров. И на этапе размещения клинического исследования для спонсора важно, какими именно критериями руководствуется спонсор для того, чтобы выбрать именно наилучший центр под конкретное исследование. Для центра же важно в итоге, будет он выбран клиническое исследование или нет. И все вот такие факторы, критерии, которыми руководствуется спонсор при выборе клинического центра, при размещении исследования, можно разделить на три большие группы. Первая группа – это факторы, которые связаны с протоколом клинического исследования, это определенные критерии включения, это перечень и количество необходимых процедур и оценок, которые необходимо выполнять в соответствии с протоколом, это график визитов пациентов, их количество и сложность этих визитов, это длительность самого исследования и это наличие стандартных правил локальной практики по лечению данной нозологии и насколько протокол клинического исследования соответствует этим правилам или, наоборот, противоречит им. Внешние факторы. К внешним факторам относятся такие факторы, как нозология, частота встречаемости определенного заболевания, это наличие конкурентных исследований и, ну, должна сказать, упомянуть здесь еще влияние средств массовой информации и не всегда они оказывают положительное влияние. Вы о таких случаях знаете, когда периодически в СМИ появляется информация, которая преподносит клинические исследования в достаточно таком негативном ключе, вот это оказывает негативное, как будто бы это эксперименты на людях, это оказывает негативное влияние не только на пациентов, но и на врачей общей практики. И здесь вот важную роль играет такая просветительская работа врача-исследователя. Ну и третья группа факторов – это факторы, которые связаны непосредственно с клиническим центром. Это предшествующий опыт участия в клиническом исследовании, есть или нет он, наличие необходимого оборудования для проведения необходимых оценок по протоколу, это наличие команды на уровне центра, это наличие популяции пациентов. И коллеге-спонсорам уделяется огромное внимание, насколько быстро запускается исследование на уровне центра, то есть насколько быстро, в какие сроки происходит одобрение локальным этическим комитетом, происходит согласование контракта и его подписание. Ну, очень важно, коллеги, чтобы клинические центры, получив предложение об участии в исследовании, чтобы он принял взвешенное решение, которое было основано на таком анализе вышеперечисленных факторов. И очень важно, чтобы центр, если центр понимает, что он по каким-то причинам не может участвовать в данном исследовании, то важно, чтобы он открыто и честно сказал об этом спонсору. Это всегда лучше отказаться от какого-то исследования, если причины препятствующие этому, нежели принять предложение и потом потерпеть неудачу. И поверьте, что спонсор, он относится с уважением к таким подобным решениям, и он в следующий раз обязательно придет с предложением к этому центру, но уже с другим исследованием, которое будет более соответствовать данному центру. Ну, коллеги, еще несколько слов хочу сказать о тех ключевых факторах, которые необходимы именно для успешного проведения и завершения клинического исследования. Безусловно, здесь важное значение имеет включение пациентов, необходимого количества пациентов в определенные сроки. Это вопросы удержания пациентов в исследовании, вопросы комплайенса, соблюдения комплайенса и, безусловно, вопросы качества. Говоря о наборе, включении пациентов в исследование, хочу сказать, что каждый спонсор сталкивается с проблемой включения пациентов, с проблемой набора. Здесь существует много причин, которые влияют на это, но хотелось бы упомянуть, что, к сожалению, есть такие случаи, мы все о них знаем, когда на этапе размещения исследования Центр заявляет достаточно такие высокие цифры по набору, они достаточно такие оптимистичные. А когда на уровне Центра открывается исследование, этот набор уже начинается, тогда возникают проблемы. И мы слышим от Центра, что вот, ну, к сожалению, мало таких пациентов или их нет, и вот возникают эти проблемы. И здесь для того, чтобы избежать подобных проблем, необходимо очень важно правильно планировать именно набор пациентов в определенные сроки в конкретном Центре. И мне очень нравится вот эта диаграмма, которая показывает, как неумолимо уменьшается популяция пациентов от самого начала, как только исследователи начинают такой, ну, скажем, прескрининг. Вот внешняя часть этой диаграммы, она показывает общее количество пациентов, которые могут быть проконтактированы, могут быть потенциальными участниками исследования. Дальше количество пациентов, которые действительно проконтактированы, пришли в Центр, направленные в Центр, их меньше. И еще меньше тех пациентов, которые соответствуют критериям включения и исключения. И вот, смотрите, вот совсем вот эта вот таргетная популяция пациентов, те пациенты, которые действительно стали участниками исследования, подписав информированные согласия. То есть вот, пожалуйста, об этом нужно помнить и давать выполнимое обещание по набору пациентов. Ну, вот тоже хочу еще показать кривую, так называемый закон Лазагны. И в соответствии с этой кривой она показывает, что темп набора пациентов в течение всего периода набора, он разный. Вот вначале, как только набор стартует, темпы достаточно высокие, потому что мотивация исследователей высокая. Вот они хотят действительно поддержать в руках новую молекулу, поработать с ней. Вот потом видите, что вот падает очень резко темп набора. Особенно это сложно, да, удержать, может быть, и мотивацию исследований в рамках исследований в онкологии, где они исследованы длительные, период набора идут полтора и два года. И снова, видите, всплеск на этапе завершения исследования. Чем это объясняется? Что здесь включается такой здоровый конкурентный дух, когда вот уже исследование близится к завершению, и центры хотят набрать, где-то там перевыполнить коммитмент и так далее. Но вот хочу сказать, что вот такая вот ситуация, ну она не очень, скажем, приветствуется спонсорам, потому что это риски для спонсора, да, риски не успеть вот выполнить тот коммитмент, набрать необходимое количество пациентов в указанные сроки. И для спонсора важно, чтобы все-таки темп набора, он сохранялся, ну, на достаточно хорошем таком уровне на протяжении всего периода набора. Ну, несколько слов хочу сказать о так называемых неактивных центрах. Неактивные центры – это такие центры, которые были инициированы спонсором, но каким-то причинам они не включили ни одного пациента, да. Ну, это действительно тоже проблема для спонсора, поскольку спонсор несет прямые финансовые затраты, связанные с инициацией центров. Это затраты на проведение митинга исследователя, это затраты на закупку и поставку исследуемого препарата. Спонсор алицирует в эти центры мониторинговые ресурсы, потому что такие центры необходимо мониторировать, находиться в постоянном контакте с ними, а взамен спонсор ничего не получает, то есть никаких данных он не получает. И вот такие неактивные центры, они также оказывают негативное влияние в целом на набор пациентов в исследовании, и в результате чего может откладываться выпуск финального отчета по исследованию, его публикация, ну и подача досье на регистрацию продукта, что, крайне понимаете, нежелательно. Говоря об удержании пациентов, ну это тоже такая проблема, которая существует, особенно остро она возникает в клинических исследованиях в онкологии. Как я уже упомянула, эти исследования достаточно длительные, и спонсор в данных исследованиях стремится получить какие-то отдаленные результаты данные, это результаты по безрецидивной выживаемости, по общей выживаемости, поэтому очень важно для спонсора, чтобы пациенты максимально долго находились в исследовании, оставались участниками клинического исследования. И на этом слайде вы видите представлены три основные такие группы факторов, которые могут повлиять на желание пациента или нежелание участвовать в исследовании, из-за которых пациент может быть выведен из исследований. Ну, первая группа – это медицин, по медицинским показаниям, по решению врача-исследователя пациент может выбыть из-за нежелательных, серьезных нежелательных явлений, из-за недостаточной эффективности препарата, отклонений в лабораторных показателей. Вторая группа – это те факторы, которые связаны непосредственно с пациентом, а именно когда пациент не может соблюдать график визитов, когда он нарушает комплоентные условия по приему исследуемого препарата, ну и по каким-то таким частным причинам, допустим, переезда в другой регион и так далее. Ну и еще одна группа факторов – это связано непосредственно с исследованием, какие-то данные по безопасности. Ну и коллеги, здесь вот в решении этой проблемы удержания пациентов ключевая большая роль отводится врачу-исследователю. Его такие откровенные, его тесные и честные взаимоотношения с пациентом помогут справиться с этой проблемой. Ну и говоря о комплайнсе, также для спонсора очень важно соблюдение требований локального законодательства, соблюдение требований правил, надлежащих клинической практики, соблюдение условий протокола. И также для спонсора важно, чтобы данные в электронной серой вносились своевременно, без нарушений задержек, и чтобы квери разрешались тоже своевременно. Ну и коллеги, безусловно, ключевым фактором успеха – это является качество, оно важно, вопросы качества важны на всех этапах проведения клинического исследования, и важно, чтобы центр с самого начала делал все правильно и хорошо, и тогда мы сможем избежать столкновения с таким айсбергом и завершить наше исследование успешно. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо.